На этом видео мы с вами обсудим определенные комментарии Минского Гаона от надежды главе Тольдот. Урок посвящается... Значит, главе Тольдот я выбрал из писания Минского Гаона его комментарий к Зухару. Он же очень много писал комментарий к Зухару, но не все до нас дошло. Но вот осталось, во всем случае, основной его комментарий к... Есть у него подробный комментарий к Тикунею Зухару, а к остальному Зухару осталось Ягель Ор, который к одним местам подробно, к другим местам, наоборот, почти ничего не написано. В общем, главе Тольдот у него есть к благословению Якова комментарий к Зухару, поэтому можно из него выучить. Мы не все поймем, конечно, это Зухар, все-таки Каббала, но много можно, согласно простому смыслу, понять в комментариях Минского Гаона. Я уже цитировал многие из этих идей на других уроках, но здесь мы с вами прочтем подробнее его комментарии. То есть 143-я страница в Зухаре, Амудбет, там обсуждают авторы насчет того, в чем, собственно говоря, было различие между Брохой Яковой и Броховой Савой. Да, вроде там и там, и от Шмэнэй Хаарец, и от Тальха Шамайм, да, те же самые выражения используются. Но есть, конечно, различия, но все равно непонятно, да, неужели в результате Ицхак отдал и Исаву тоже, что и Якову, те же жирные места земли и небесную росу, это вроде на те же самые намеки, если это что-то такое духовное, то почему тогда и Исава не то же самое. И здесь говорится так, сначала давайте попробуем прочесть Савар, хотя бы, чтобы в общих чертах понять, что они хотят сказать, а потом посмотрим, что Веринский Гаун на этот счет пишет. Значит, они сначала обсуждают, что Яков там прилип к чему-то очень большому, когда получил это благословение. Мы позже увидим, Веринский Гаун объяснит, что все выражения Болосоя Якова, это включает 10 сферот, 10 различных Болосояний там включаются. Так вот спрашивается, Амар Абельхийская, говорит, Абельхийская сказал, Вот же Исав тоже получил эти же брохи, да, ты говоришь, что это все духовное, там какие-то большие вещи. Вот у Исава тоже Абельхийская есть, и Абельхийская есть, или Батар, после этого. Амар Абельхийская отвечает ему, Это не одно и то же, нет, это не такая же броха у Исава, как у Якова. Вело, да, кида, это не такое же благословение. Кема, камаит паршан, дреген, это разные уровни совсем. Бьяков, кти, насчет Якова сказано, Во-первых, имя Всевышнего упоминается, да, у Исава, имя Всевышнего вообще не упоминается, У Бида кти вие, просто будет, да, в отношении Исава сказано, будет, в отношении к Якову сказано, даст тебе Бог. Это совсем другой уровень, да, это подсказка, У Якова это подсказки на высокие духовные вещи, А у Исава это просто будет. Еще. Говорится, Бьяков кти в метальга шамаем, у мишмане арыс. Сначала у Якова написано небесная роса, а потом уже спускается сверху вниз, да, от Всевышнего спускается через небесную росу, потом уже благословение на землю, да, в мишмане арыс. В Исав, кти, наоборот, в обратном порядке, в мишмане арыс, виталя шамаем, да, что-то чисто физическое, снизу вверх, сначала жирные места, потом роса небесная. Дега, лав, да, и геки, да, это не одно и то же, да, это не один и тот же уровень. Витрегенит паршан, кема кама векама, бегин дебеда, ев, да, яков, хтив, бей, веетен лихая лаким, металь ашамаем, да, таль ила, да, что у Якова какой-то верхний таль, верхняя роса какая-то духовная, да, нагид, ми атик йомен, выходящая из там, я атик йомен, из определенных духовных спортсуфов, где крит таль ашамаем, ашамаем, да, лейла, таль денагид, бедрега дешмай, дешмай, умитаман ле хакальта пухинка дешин, умешмане арес, ну, кей, во всяком случае, то, что нас, да, в общем, Яков лейла лейла, Якова высоко-высоко, у Исава летата летата, только внизу-внизу. И, говорит, хотя написано, афальгав дыхтив вегаяка ашептариду паракта уло, ми аль цивереха, да, это продолжение, гласение Якова, и Исава, извиняюсь, что если ты начнешь править, то ты сбросишь ярмо Якова со своей шеи. Говорит, дыха летата авал лейла ло клум, да, вот все внизу, наверху у него ничего нету. Дыхтив, кихелеха шевамо, Яков хелеха, только у Якова есть часть наверху. Итак, после того, как суммировая, видите, не все осталось читать, из отрывка из Огара, посмотрим, что граф хочет объяснить отсюда. Значит, во-первых, он говорит так, киби Яков немар нацина мелоким, вегули мала, у Якова это именно от Всевышнего дарования, это сверху, но Исава просто сказано, будет, там, где ты находишься внизу, оттуда у тебя и будет, летата, внизу. Видите, вот здесь гра переплетает, получается, открытую тору с кабалой. Он цитирует здесь Ибнезр, Каш Сарадак и других комментаторов, что мем, в случае именно в областине Якова, мем, когда говорится, мишмане аарец, и до этого сказано, металя шамаем. Металя шамаем, мем идет еще и на следующее слово, мишмане аарец тоже, то есть как будто два мема в мишмане аарец. Кроме того мема, который написан, еще мем от металя шамаем. В смысле, вот как по-русски, если я скажу, скажу, я тебе дам молоко от коров и овец. Имеется в виду от коров и от овец. То есть слово от будет идти и на коровы, и на овец. Просто второй раз мне нужно говорить слово от. И от коров и овец, от коров и от овец. То есть здесь ми таля шамаем и ми мишмане аарец. Да, но просто мем пишется один раз. Ми таля шамаем, у мишмане аарец, да, не у ми мишмане. То есть, получается, он хочет сказать, что в случае сава это сама вещь, говорится, просто шамаме аарец ему даст Всевышний. А в случае якого он даст от того, что спускает на жирные земли. То есть источник духовный того, что дает жир. Из того, а не саму эту вещь. Это с чем можно сравнить? Что одному человеку, например, дали, допустим, уже готовый продукт. Пока есть продукт, у него это есть, потом это закончится. А другому дали то, что генерирует этот продукт. Одному дали, например, батарейки, а другому генератор. Или календарической сети подсоединили. У одного только есть то, что сейчас существует, а у другого то, что генерирует это. Что Якова Всевышний подарил, ну, в данном случае, Исхак, да, от имени Всевышнего подарил, источник сам. Прилепил его к источнику благословения. Да, еще раз я прочту то, что написал Граев. Это просто существительное. Это просто существительное. Исхак дает благословение и небесам и земле. Виод, еще говорит, Невозможно сказать, что Исав и Яков одинаково получили. Что как вообще спускается это благословение Всевышнего? Сначала на небеса, потом на землю, сверху вниз, правильно? Да, что он благословил его. В смысле, Исава, видимо, он имеет в виду теперь, что Исаву невозможно сказать, что дано было то же самое, потому что, значит, был бы порядок обратный. А раз порядок сначала жир, жирные места земли, и что, значит, просто Исава будет, так сказать, прилипнет к месту на земле, у которого хорошая часть земли, где можно получать какие-то жиры земли, так сказать. Ну, жир здесь порядок вообще второго многими. Не знаю, хэлэв хитимес беэх, мы говорим в салмах по утрам, во время псуки до земра, что жир имеется в виду, так сказать, насыщаться. Что будешь насыщаться, будешь иметь хорошее место, где будешь насыщаться. И оттуда, и там даже роса будет падать туда. Там жирное место, и оттуда, там есть роса, которая дает тебе урожай. Визэш немар, бигин де яков, метаман ли хакаль, и так далее. Это он тебе объясняет, там, каббалистические вещи, что одно в другое, там, спускается через разные порцуфель по-духовному, разные, да, поток шефа спускается. Роцэломара хаках, да, что сначала сверху вниз, да, то есть хакаль-тапухань-кадишин, то, что называют молку, то, что связано с землей, оно потом уже, после небес получает. Машенькин бейсав, ты ихи на тлаве, гава шиурели балас. Он говорит, твой сав, наоборот, она берет и отдает немножко мужу. Это для них подсказка такая, и также в человеческом теле, что с нечистой стороны там все наоборот. Там главенствующая женщина, как бы, которая сравнивается с зоной, некая такая вот сила, которая пытается человека увести от Всевышнего. И она сначала, значит, пытается человека искусить, а потом ее, так сказать, муж, то есть сатан, приходит и злится, и получает от нее остатки какие-то, и злится, и пытается теперь уговорить Всевышнего, чтобы наказан был данный человек. То есть вот система с нечистой стороны, там все обратное. Снизу вверх сначала женское начало, как бы, которое пытается искусить, потом мужское, которое злится. Сатан и Яцархара, как бы, Нахаш и Сатан, как говорят. И вот в человеческом теле это соответствует там разным органам, тоже, как он еще напишет, есть там три органа, которые считаются, что связаны с Ситрахрой. Это Мара, Кавет и Тихоль. Что Тихоль, это как Яцархара, смеющаяся селезенка. Потом Кавет, это супротив Сатана, злобная печенка. И Мара, это горький желчный пузырь, который пускает, так сказать, свою горечь в печенку. Знаете, есть в законах Трейфа такое, что если нет желчного пузыря, то животное бывает, что Кашена, если попробуешь у печенки, остался еще горечь. То есть желчный пузырь не исчез, а его горечь попала в печенку. Вот, то есть, получается, они называют это как Малахамаве, меч Ангела Смерти. Вот три вещи, да, Яцархара, Сатан и Малахамавет. Что, как говорит Талмуд, это все одно в каком-то смысле, все одна система. Они супротив селезенки, печени и желчного пузыря. Так вот. Главная разница и главное объяснение здесь, что у Якова это сверху вниз. У Бесавхтив Лейфох, наоборот, у Исава снизу вверх. Что они, вот, их секрет, это слуга и служанка. Это, видимо, он, опять же, намек на Яцархара и на Сатана. Он, значит, что благословил нас в трех уровнях Исава. Мишмане, Миталь, Харбеха. Да, три вещи. Жир, роса и меч. Хемтехоль, Каведумара. Да, это селезенка, печень и желчный пузырь. Киседра, Зэ. Именно в этом порядке. Ветахиха, Тавод, Кулам, Овдимлиле. Все они все равно должны служить сердцу, да, что остальные органы все служат сердцу внутри тела. Виамар. Виаяка, Шерторид. Да, теперь он говорит, что вот, что вообще значит этот стих? Кашерторид вупаракту уломи альцеварех. Да, что вообще значит это? Он говорит, что Пшуто шермикра лоа мдуала вмифаршем. Он говорит, простой смысл, не поняли комментаторы. То есть, Раши, например, считают, что это связано как-то с тем, что если будут грешить евреи, то тогда Исав сможет иметь какую-то тайну, какие-то претензии, и тогда Всевышний сбросит Ермо Якова с Исава, и Исав станет тогда править, да, в своем случае перестанет быть слугой Исава, или слугой Якова. Да, то есть непонятно, где здесь насчет евреев, которые грешат, вроде ничего такого не написано. Написано, Кашерториду фаракту ло, что вообще это значит? Так вот, Гра объясняет так, что Тарид, это имеется в виду, что когда станешь править, когда ты станешь править, ты сбросишь Ермо Якова. В этом было благословение Исава. Если ты начнешь править, если ты поднимешься и станешь сам правителем, то уже Яков тобой править не будет. Он доказывает это из другого места, доказывает это в усыне Белама. Или, например, в начале предсловений людей, да, в Брешит, что Тарид от слова править, да, как, например, люди были созданы, чтобы править животными и рыбами, да, Ерду. Это тот же самый корень. Будете, значит, Тарид, когда ты начнешь править, что и Шамарло, шетаавод ахиха, ке эвет биломемшелаклаль. Говорит, сначала ты будешь служить своему брату, как слуга, который не имеет никакого вообще, никаких прав, никакого владычества. Выклаль. Убиломелахи, царя у тебя не будет. Авалька, ашер тимшоль. Но когда ты станешь править, когда ты, наоборот, поднимешь башку свою, да, поднимешь голову и начнешь править, тогда ты уже не будешь под ним. То есть, пока Яков над тобой правит, но, в смысле, наступит время, это наступило в результате время, когда еврейский народ был правителем над Исавом. Исав был, да, и дом был полностью под еврейским народом во время Давида и позже. Но когда вы поднимете голову и начнете править сами, то тогда, соответственно, сбросите вы Ермо Якова. То, что одновременно не могут идти и другие править. Евреи и Исав править одновременно не будут. Когда поднимет голову Исав, то и евреи больше уже править им не будут. Вилахен. Бимлох Давид. Хусарам луха. Поэтому, когда правил Давид, то царство и дома уже не имело. Наоборот, царство больше. Они стали вассалами. И на это, значит, сказано еще было в предсказании Ирифки, когда она пришла в Ателлах Лидроша Ташем, ей было сказано, что каждый народ будет пытаться другого победить, но будет только один править по очереди, не одновременно. Амалэ Хариба. Это, значит, выражение взятое из Ихэскера тоже. Там, правда, про цор, про тир, который вроде не имеет отношения к дому. Тиры, вообще-то, Ливанский, это был город Кнанейский. Но вот Хазар почему-то сравнивали, это цор, цар, как-то сравнивали еще с Идомом, что тоже либо они, либо мы. Кемошнен маршам. Кемошнен марш им ем ру лэ ха. Это то, что Хазар имели в виду в Мигиле, что если скажут, только правит Идом, верь. Только правит еврейский народ, верь. Но если скажут, что здесь и другие правят, тогда не верь. По очереди. То же самое в чешском теле. Когда сильнее будет печень, то ослабляется душа. Спускается, так сказать, в изгнание. Не могут они одновременно править. Либо печень, либо сердце, как бы, по очереди. Кемошнен маршам. Кемошнен маршам. Кемошнен маршам. Хакина. И на это сейчас говорят. Кина, Таева и Кавод. Уводит человека из этого мира. То, что против этих трех. Кина, Таева и Кавод. Зависть, желание запрещенные, вообще наслаждение и желание уважения. Гордость, желание уважения. Это вещи, которые у него человек из этого мира. Это тоже против трех этих вещей. Техоль шихусхок хакасиль, да. Пелисезем, как говорит, это веселье глупца. Это выражение искохэл. Это схок хакасиль. Шаамисахэкетло. Когда ему повезло, да. Бывает, что глупцам везет, или злодеям везет. И у них, да, так сказать, где царгара пока что дает им возможность успешно жить, и поэтому веселиться. Ведуа шайсав шлитато эйно элеби гиммель дреген. Значит, опять же, у Исава есть вот эти три. Уровня его шлита, его силы. А именно дешивха эведве ама. Они называются против служанка, слуга и другой уровень служанки ама. А вали мало лои гурхара. Но выше этого уровня уже ничего плохого нету, да. Только вот на этих трех низких уровнях у него есть возможность плохого. Он, кажется, имеет в виду в низких мирах, что в самом низком мире обе стороны, правое и левое сопротив нечистого мира, да, шифха эвед. А на среднем уровне, да, есть плохое и хорошее в уровне и цира. Там, соответственно, левое плохое, правое хорошее, то бра. А уже на верхнем уровне, да, сопротив нишамы, сопротив бри, там только правое и левое. Там нет ничего плохого. Плохое они не достают до этого уровня. Викенгем брахот, гиммель мили мат лима. Значит, теперь означает название к его благословениям и савским. Их тоже эти три брохи снизу вверх. А именно хэрэв худрэга де харбошель ерихо, бекурсая, да, первый уровень, да, уровень меча, это, говорит, как, кажется, намек на стих сшираширим, харбол ерихо, да, меч на ляшке, в троне. А вальяков нитбарех бессерс, да, вот Якова, Ицхак богословил десятью уровнями, да, целутцу, против мира целут, далэдвав, что там есть, 4 и 6, а именно таль и мишмане арец, хукетры малхуд, говорит, первые два слова, да, от небес, росы небесной и и от жерелов земли, это, говорит, супротив сфир кетар и малхуд. Да, земля супротив малхуд, как мы уже говорили, хакальта пухинка дешим, как, говорится, поле святых яблок, так называют это зугар обычно. Ну и, соответственно, таль супротив кетар, да, супротив короны самой высокой сфиры. шиги и йома ки нитгад лот, это выражение, опять же, с шираширем, так они обычно называют, малхуд тоже. Теперь, даган ви тирож, говорит, супротив хохмы и бины, это, даган, это злаки, и тирож, это вино. Вина связана с вином, как известно во многих местах. Веген далет де нуква. Все это супротив, говорит, нуквы как раз, что женский парцов, он супротив, включает и малхуд, и с другой стороны, три верхней сфиры. потому что она включает, связанная с другим миром, три верхней сфиры малхуд, да. Вяхарках, да, то есть сначала четыре благословения в первом стихе, супротив кетар, малхуд, хохмы и бина, а потом все остальные шесть, ваф, кацвод, называется, шесть направлений света, это супротив, адхесед до исод сфир, а именно киседр, по порядку. только исод здесь не по порядку, а после тиферит сразу. То есть каждый раз, как бы, каждое направление его противоположное, да, хесед с гвурой, тиферит с исод, и нецах сход, а именно, да, бимкомо харауй, так, так, как положено здесь, в этом порядке. И засод, гимель дрегим, да яцер хара, шамру шиху сатат, теперь возвращается назад, воззаню и сава. То есть, с вами, якова мы закончили, что получается, что дальше, вот то, что я в духа амим, и штаха воли хабны ли умим, хесед и гвура, и так далее. Там вот получается, хесед гвура, тиферит и сод, нецаход. Это шесть благословений, которые Яков сказал, которые Иска сказал Якову в следующем стихе. Последние, да, что благословляющие тебя будут благословлены, а проклинающие проклятые. А теперь возвращается к благословению Исава, у него, значит, три уровня, и супротив яцер хара, да, а именно сатан, как мы говорили, да, ху юред у мастин, что бенуква хелек мишемен хика, да, что женская сторона, не чистой стороны, это то, что пытается уговорить человека, он сейчас намек на книгу Мишлей, что проститутка у нее, так сказать, она пытается ее, очень приятно, она такая, наслаждение, да, своими словами она там уговаривает, скользкими. И сатан, соответственно, приходит и потом злится, и пытается потребовать возмездия. Нуква, она зона, шит зона, без хок, а ты холь, ты холь, да, шит зона, тоже из Мишлей взято выражение. И это смеется селезенка, выехивет ши юри ли бал, остатки отдает своему мужу, так сказать, то есть, в данном случае, супротив печени, у метрогез, выхавит, он слиться печень, виоле поднимается, виахаках юре, это уже сатан, это уже малахамавит, да, супротив мара, супротив желчного пузыря. Хритак, мара, это опять же, из Мишлей взято пасук, что конец ее очень горький, горький. Хадана, кихерф пьет, он говорит, это острый, как меч, будет острый меч, да, это как раз последний уровень супротив желчного пузыря. Вегенби гимлю ламот, супротив трех миров, ханамар лаэль, диратоби асия, вешило и так далее. Может быть, я не знаю, что намеку, может быть, он имеет в виду как раз все три низких уровня мира, кроме Ацелута, может быть, это имеется в виду. В любом случае, тут очень много у него подсказками, везде вот так вот он пишет и так далее, и так далее, и нужно знать, на что он намекает в разных местах. Виньен яхиват, яхиват шеврей, а что значит, что она остатки отдает мужу, из нечистой страны, кихимаре бепаним шельмата, яфемиод, нафет титуфена, говорит, что она внизу показывается очень красивым и приятным, что человеку кажется, о, какое удовольствие, я хочу еще наслаждаться. Это все выражение из мишлей, что ее, так сказать, очень-очень приятно видеть с этой стороны. А с другой стороны, это все из мишлей, вот из начала книги, притч там, про молодого человека, которого искушает какая-то женщина. Веген эсер тикуньим, кимошномар без ситриттора, наверное, пашет вееце. В Зогаре есть такие части, которые называются ситриттора, а ситриттора, секреты тора, он говорит, что пашет вееце, говорит, что там десять тикуньим. Венотередминатьюфта, потом она берет вот это вот желание, которое она человеку создала своим нечистыми побуждениями, подстреканиями, а вальмала морели бала лихлухахе, то есть, соответственно, наверху она своему мужу, так сказать, то есть сатану передает только сам грех, вот это отвратительно, то есть внизу она показывает только хорошее, а наверх отправляет всю гадость, чтобы видно было, как этот человек, какую гадость он создал своими грехами. Умиусато противная, Митрагес, тогда злится ее муж, Виолео Микатрек, он тогда поднимается и начинает Микатрек, как говорится, перед Всевышним требовать возмездие, теперь уже ко Всевышнему приводит эти все грехи, говорит, такое-то заслужит наказание. Это все взято из гемора, между прочим, эти три уровня сатана, Яцаргара, сатан и Малахамавит. Машенькем Бекидуша, совсем другое дело в святости, что со стороны чистой там все наоборот, там скорее критикуют человека, а перед Всевышним находят только оправдания, что шхина, у нее свойства с чистой стороны все наоборот, что человека критиковать, и так пророки обычно делали, самого человека критиковали, а перед Всевышним находили оправдания. Это гулигей фох, где шхина, марэль, мата, ль, исраэль, тохэха, тмусар, что шхина вниз, вниз евреям показывают только упрек, ведь тамид миасэр, это там все время их, да, мусар их учит, так сказать, критикует, шейна то вим, что они нехорошие, у магедет, лагэм, коль мум, все их недостатки им сообщают, кемошнамар, охо да, аллах, умарэла, да, как говорится, если он узнал свой грех, это из книги, из книги Вейкрафт в начале, про наси, кажется, умарэла гемф гима та, и так же, как вот луна, которая считается символически, что она показывает часто свой пагам, еврейский народ видит снизу, да, люди видят только часть освещенной луны, иногда видна только, больше, больше части, только темная часть луны, которая, которая не светит, а вот в сторону солнца, луна обращена всегда светлой стороной, потому что, собственно, это и есть отраженный свет назад, то есть, наверх, так сказать, отправляют только свет, вниз иногда видно в основном темнота, вот, так же, вот, соответственно, шхина, да, она еврейский народ собирает, говорит, все хорошие наши дела, она отправляет наверх, чтобы все очень над нами милостиво был, умиламерет амидзихуд, и пытается найти нам оправдание, кемошимар, халох елэх, лвахо, и так далее, да, что идет с ничем, но потом, в результате, будет все хорошо, то есть, нас критикуют, мы плачем, но в результате, наверх отправляют только хорошее в нас, милам, милам, лораатахам, обгиматашилавана, это выражение из Талмуда тоже, что никогда не видела солнце, так сказать, темную часть луны, потому что понятно, что солнце освещает как раз луну, и со стороны солнца видно только светлая часть, то есть, что хазар сказал, на базе стиха, что, это из Мишлея тоже стих, что верный, когда бьет нас, наш любящий, но так плохий, когда нас, наоборот, целует наш враг, наш ненавистник, то есть, в отличие от Ецехара и нечистой стороны, которая пытается поцеловать и обнять, а потом отправляет все гадости наверх, в отличие от этого, наоборот, праведность, чистая сторона, она, наоборот, критикует нас здесь, но туда отправляет наверх только хорошее про нас, да, что лучше гораздо, если нас критикует кто-то, и мы из-за этого становимся лучше, чем если нас всячески восхваляют, и потом люди уверены, что у них все хорошо, у них все в ажуре, да, в шоколаде, как сейчас говорят, оказывается, что он полон грехов, их никогда не критиковали, избаловали, в общем. Везе сот, шахора не виноват, это все, опять, широшилим, да, я черная, но я красивая, шахора, мисситра, детата, виноват и так далее, что я черная со стороны низа, а хорошая, красивая со стороны, соответственно, верха. В общем, видите, вот так вот, игра сразу все соединяет в одно, и попробую разберись, что он говорит, но я пытался, хоть, в общих чертах немножко приводить, то, что я сам понял из этого всего, общая идея, понятно, что Яков получил полное благосостояние от Всевышнего напрямую с десяти сферот, а Исаф только, да, это все символически Исаф получается, получил только благосостояние чисто, с нечистой стороны и чисто физическое и супротив трех уровней, которые соответствуют Сатану и Яцархара и еще Ангелу Смерти, чтобы жить на своем мече, Ангел, Горечь, Горечь, Желчного Пузыря, который сравнивается с мечом Горьким, который Ангел Смерти использует, и понятно, что это все только символически, насколько это все соответствует физической реальности, да, Исафу просто человек обычный, да, но вот он считается, по-кабаля каким-то образом, да, прилепился или стал как-то символически представлять вот эту вот систему нечистой стороны в каком-то смысле. И, наверное, заканчивается наш урок. Ли фо шлемы расслахами хорнинши, рейс, оба соним выходи в сериале.